Здравствуйте, дорогие друзья! Давно не было таких вот простых выпусков с работы. Соответственно, поговорить я с вами сегодня хотел о становой тяге, о том, кому ее можно делать, кому ее нельзя делать, и самое главное, зачем вообще ее делать. Сейчас мы зайдем ко мне в кабинет и обсудим, в общем, это с точки зрения медицины. Итак, дорогие друзья, становая тяга. В общем-то, поговорим мы о всех ее вариантах, да, в целом нам интересно, конечно, классический вариант становой тяги и тяги сумо, вот. Значит, ну и все другие какие-то подвиды тяг, которые предполагают собой осевую нагрузку. Осевая нагрузка, это напомню для тех, кто не знает, да, ну, грубо говоря, сверху вниз вектор нагрузки направлен, для нас он интересен тем, что, соответственно, при такой характерной нагрузке идет, как бы, усиленное сдавливание позвонков, и этот момент нужно учитывать. Становая тяга безумно полезна для профессиональных спортсменов, в том числе, если вы занимаетесь, допустим, тяжелой атлетикой, то есть это упражнение вообще из тяжелой атлетики пришло, как подсобное там было, потом выросло, соответственно, у нас в пауэрлифтинг, в отдельную номинацию. Оно позволяет, в принципе, как мой опыт показал лично, да, нарастить все-таки некоторое количество общей мышечной массы, то есть лично на меня очень благотворно влияет в плане общего набора мышечной массы. В принципе, могут достаточно неплохо от тяги с умо, конечно, от техники все зависит, но если толкать, вытягивать ногами, очень неплохо внутренняя поверхность бедра растет, так что, ну, нельзя сказать, что оно не приводит к гипертрофии, да, но, однако, для расширения визуального качества спины, да, увеличения широчайших мышц, соответственно, это не самое такое базовое, не самое лучшее упражнение. Значит, что хотелось бы сказать по поводу пользы или вреда приостановой тяги? Ну, я тот человек, который максимально непредвзят. То есть, вы видите, что я сам занимался пауэрлифтингом, и, надеюсь, что еще будут заниматься в плане выступлений, конечно, я имею в виду. Тяну я сейчас, соответственно, тоже возвращаюсь к своим тренировкам, но, конечно, не так много, как раньше. И давайте перейдем вот к чему, да, ответим на вопрос, полезна ли сама становая тяга. Само движение становой тяги очень физиологично. Если мы посмотрим на приматов, приматы очень часто в похожем движении, в похожей стойке, и стойке передвигаются и поднимают какие-то тяжелые предметы. Поэтому сама становая тяга... Да. Здесь, красавица. И, соответственно, мы увидим, что это движение у приматов, оно весьма естественное. Значит, далее, если мы выполняем движение становой тяги, даже при наличии грыж, протрузий, листезов различных, да, если мы выполняем само движение просто как элемент такого приседания в стиле становая тяга, да, без веса или используя кубик для йоги, допустим, да, мы поднимаем, то тогда мы несем безусловно только пользу для организма. Если вы занимаетесь фитнесом, ну, это может быть какая-то легкая гантеля, да, какой-то вариант выполнения в кроссовере тяги. И это все будет, понимаете, улучшать, так скажем, наше состояние мышц всех глубоких и поверхностных мышц спины. Если мы не говорим о той спортивной тяге, которую выполняем мы на соревнованиях, это не самый лучший вариант для здоровья. Спорт в любом случае не полезен для организма. И если вы решили выполнять спортивные варианты становой тяги, то вам как минимум нужно сдать, соответственно, ну, если вам за 30 уже, да, и вы раньше не выполняли становую тягу, лучше сдать хотя бы МРТ пояснично-крестцового отдела спины, потом, соответственно, сдал бы я кровь на Д3, да, и выровнял бы, соответственно, показатели кальция и Д3. Можно дополнительно, там, подключить витамин К2 при необходимости. Вот, потом, соответственно, я бы посмотрел так, может быть, на всякий случай ревматоидный фактор, я бы посмотрел, соответственно, показатели фосфатной щелотазы, чтобы у нас вообще все показатели по отношению к костям, да, чтобы не было дефицита эстрогенов. Очень часто это бывает у мужчин, очень часто это бывает у мужчин, а кто только начал заниматься гормоном, заместительной терапией, и кто-то из тренеров ему посоветовал совсем устранить эстрадиол как, ну, как таковой в организме, и дефицит эстрогенов приводит к нарушениям, соответственно, костей, да, связок, то есть, это становится ломким и так далее, вот, чтобы такого не было. Соответственно, при всех вот этих вот моментиках, если мы соблюдаем, можно, в принципе, при относительно здоровой спине выполнять спортивный вариант становой тяги, то есть, с олимпийской штангой, с весом, превышающим ваш собственный. Но, в целом, конечно, таким экстримом нежелательно заниматься, и лучше, как я говорил, выполнять это движение просто как либо разминку, либо, соответственно, какой-то комплекс вашей лечебной физкультуры его туда добавлять, либо, соответственно, выполнять его там с какой-то маленькой гантелькой или в кроссовере. Дорогие друзья, что еще хотела оговориться, со сколиозами очень большой вопрос, можно его выполнять или нельзя. Как правило, мы не рекомендуем все-таки вообще со сколиозами выполнять становые тяги. Вот. Задавайте остальные вопросы, которые вам интересны, в комментариях. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok